Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белышева. Прайс на суверенитет. Украине предложили продать Крым ради мира в Европе. Что ответит Киев? В Украине официально стартует пенсионная реформа. Закон сегодня опубликовали, а значит уже с завтрашнего дня начнется перерасчет выплат для 9 миллионов пенсионеров. Старт реформы уже прокомментировал премьер Владимир Гройсман. Для меня особисто это было справа честя. Розпочати процесс восстановления справедливости. Когда я говорил о том, что если пенсионные изменения не будут проведены и люди не смогут получать увеличение пенсии, я пойду в отставку, я не жартовал. Я не хотел и не хочу работать в владе, которая байдужит проблем людей. Поэтому я рад и потому, что нам удалось принять надзвичайно важное решение. В ремонт украинских дорог около 100 миллионов долларов вложат китайцы. Договор об этом подписали сегодня с одной из компаний Поднебесной. Деньги пойдут на ремонт дороги Стры, Тернополь, Кировоград, Знаменка. Большая часть средств будет направлена на капитальную реконструкцию участков трассы Киев-Харьков-Должанский. В Украфтодоре обещают строго контролировать качество работ, проводимых китайцами. В свою очередь глава Мининфраструктуры заявил об успешном ходе переговоров со Всемирным банком о строительстве автобана от венгерской границы до Львова через Карпаты. Это будет основной артерией для украинских товаров Европейский Союз. Но, кроме того, обеспечить стало сообщество Закарпаття с другими регионами Украины. Если сегодня дорога М-06 из Мукачева до Львова проходит через складный гирский рельеф, проезд забирает около 3,5-4 часа, то новый автобан скоротит час в дороге до 2 часа. Крым не стоит возвращать Украине. Она должна получить за него деньги, либо газ. Президент Чехии Милош Земан во время обращения к депутантам парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге заявил о том, что вопрос Крыма уже решен, хоть и незаконным способом, а попытка вернуть полуостров Украине может закончиться военным конфликтом в Европе. Глава Чехии предлагает выкупить Крым у Киева, в том числе за счет нефти или газа. Прозвучало это в ответ на вопрос украинского представителя, как быть с аннексией Крыма в случае возвращения России в зал заседания парламентской ассамблеи. Камбэк Москвы Земан ранее уже назвал необходимым условием для диалога с РФ и получения российских взносов. В казну Совета Европы Москва, напомню, грозится перестать платить, а на ее долю приходится десятая часть всех поступлений. Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Так хотите ли вы рисковать? Крым аннексирован, вне всякого сомнения, и этот вопрос уже решен. Если будет диалог между Россией и Украиной, я думаю, и это мое личное мнение, необходимо провести компенсацию или в финансовой форме, или нефтью и газом. Заявление Земана не встретило возмущения у представителей ПАСЕ, которые получили право выступить после него. Украинской делегации возможности высказаться не дали. Официальный Киев на предложение выкупить Крым ответил однозначно. Полуостров не продается. Об этом, в частности, заявил постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба. По его словам, нынешняя сессия ПАСЕ задумывалась как агитация за возвращение россиян, и чешский президент в этой игре лишь пешка. Бороться не с актерами, а с режиссерами спектакля призвал и глава украинского МИДа Павел Климкин. Он подчеркнул, что Земан озвучил то, что от него ожидали, а первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала скандальное выступление ужасным, циничным, как и аплодисменты некоторых политиков после слов Земана. Сегодня, в эти дни, когда в парламентской ассамблеи Рады Европы вшановывают память Вацлава Гавела, легендарного политика святого уровня, мы видели антигавела, который вызвавший мир уничтожить принципы. Мы видели ляльку, марионетку Кремля, которую кукловоды сдали, кукурировали. Такой территорией, население, граждане Украины, честь, гидность, они не продаются. Украина требует от Чехии извинения за высказывание своего президента, и уже есть реакция посольства Чешской Республики в Украине. Дипломаты заявили, что фраза, которую озвучил Земан, это всего лишь его личная позиция. А пока в ПАСЭ подготовили проект документа об украинской образовательной реформе, который будут обсуждать в Страсбурге уже в ближайший четверг. Кроме этого, ассамблея наконец-то избрала нового президента. Кто им стал, расскажет Ирина Иванова. Закон преткновения. Сегодня в ПАСЭ Комитет по вопросам культуры, науки, образования и медиа обсуждал проект резолюции по украинскому закону об образовании. К документу европейских политиков был целый ряд замечаний. В частности, сетовали на то, что Украина подала документ на рассмотрение Венецианской комиссии не до его утверждения, а постфакту. Были и другие замечания. Мы беседовали по этой теме, и позиция однозначная. И это правда. Закон дискриминационный. И вот эта дискриминация языков национальных меньшин коренных народов по отношению к некоренным народам, это принципиально дискриминационные нормы. Здесь не о чем спорить. И коллеги, с которыми я разговаривала, из Венгрии, Румынии, Польши, Болгарии, Молдавии, готовятся к дебатам, они будут критиковать Украину. И я не понимаю настырность власти в том, чтобы защищать этот закон. Его просто надо изменить. Доклад представят в ПАСЭ в четверг утром. После этого состоятся дебаты с вынесением окончательной резолюции. Тем временем, в самой ассамблее сегодня выдался плодотворный день. Организация проголосовала за нового президента. Стелла Кориакидес, 132 голоса. Эммануэли Зингерис, 84. Госпожа Кориакидес, большинством голосов вас выбрали президентом парламентской ассамблеи Совета Европы. Кириакидес, 61 год, замужем, двое детей. По специальности детский психолог, занимает активную гражданскую позицию. Много внимания уделяет психическому здоровью онкобольных людей. Сегодня в ПАСЭ по ее инициативе раздавали символические розовые ленточки и шарфы. Распространяли брошюры о том, как важно следить за женским здоровьем. Что такое рак, Кириакидес знает не понаслышке. В свое время ей удалось победить эту болезнь. Победительница Стелла Кириакидес представляет Европейскую народную партию. В ПАСЭ работает с 2012 года. В ассамблее занималась вопросами гендерного равенства, медицины, миграции, защиты прав меньшинств. Относительно украинского вопроса занимает нейтральную позицию. Поэтому украинская делегация в большинстве выступала за кандидата от Литвы, Эммануэли Сазингериса, который активно поддерживает Украину на политической арене Европы. В первом выступе с высокой трибуны парламентской ассамблеи Рады Европы новообранный президент ПАСЭ заявила, что ее приоритетами будет борьба с коррупцией. Мы, как группа ЕПП, будем поддерживать нового президента. Но, конечно, мы будем предоставить, что и кроме коррупции, есть и ключевые принципы, на которых нужно стоять. Это повага к территориальной целостности и суверенитет Украины, членов ПАСЭ. Правда, главенствовать Кириакидис будет недолго. В конце января в ПАСЭ пройдет президентская ротация. И очередной избранник будет возглавлять ПАСЭ уже два года. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с ЕС требует Венгрия. Более того, Будапешт намерен блокировать все шаги Киева на пути к евроинтеграции. Так заявил глава Министерства иностранных дел этой страны Петер Сиярта. Это реакция на новый закон Украины об образовании. В Венгрии его расценили как ущемление прав нацменьшинств. В ответ глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что пересмотр соглашения с ЕС возможен только в контексте обеспечения четкой европейской перспективы для Украины. А все спорные моменты он готов обсудить 12 октября во время своего визита в Будапешт. Напомню, его венгерский коллега уже отказался от встречи, которую планировали провести в Ужгороде. И вокруг еще одной реформы медицинской продолжаются жесткие дискуссии, а сам законопроект уже оброс едва ли не тысячей поправок. На следующей неделе его обещают окончательно рассмотреть в парламенте, а пока медики готовятся к новым протестам. Чего опасаются врачи и что ждет их и нас, когда реформа станет реальностью? Подробнее в материале. Деньги ходят за пациентом. Одно из главных новшеств медреформы от Минздрава. Это значит, что средства из госбюджета будут выделяться не на количество кайкомест в больнице, а на лечение конкретного больного. Это 370 гривен в год. Врача можно будет выбирать независимо от места регистрации и подписать с ним договор. Чем больше у него пациентов, тем выше зарплата. Глава нас в перечнести поляга в том, что чем больше до лекаря ходят, чем больше лекарь зацикавленный, тем больше люди хворяют, тем больше хвороб знаходится. Врачи к таким изменениям относятся скептически. В первую очередь требуют увеличить бюджетные расходы на медицину, повысить им оклады и выплатить 82 миллиона гривен задолженности по зарплате. Гроши побежать за лекарем. Это было все неясно. И сразу сказали, что нас финансуют на 8 месяцев министерство, потом на 6 месяцев. Но мы уже в квитне месяце были в крупном установке, мы знали, что у нас нет зарплаты. У нас есть работа нелегкая, как у каждого медика. Отримаем мы за эту работу очень мизерные деньги. 3200 нараховывают всем. Теперь сравнивали так, что молодая медичная сестра, медичная сестра, лекарь из университета мают практически одинаковую зарплату. Также медики боятся массовых сокращений медучреждений и персонала из-за недостаточного финансирования, особенно в сельской местности. Ведь 370 гривен в год на одного пациента – это мизерная сумма. А новый порядок финансирования медицины через Национальную службу здоровья приведет к новым коррупционным схемам, уверяет Ольга Богомолец. 100 миллиардов гривен, которые сейчас разданы территориальным громадам, сейчас на эти деньги работают лекарные. Они хотят этим законом забрать деньги в одни руки в новостворенную Национальную агенцию здоровья, на которую в бюджете уже закладено более 200 миллионов гривен. Фактически большая часть медицины официально станет платной. Государство будет оплачивать только скорую помощь и консультацию у семейного врача. А это значит, что реформа Минздрава противоречит Конституции Украины, согласно которой украинцы имеют право на бесплатную медицину, отмечают в профильном комитете парламента. Мы, когда начали рассчитывать, до чего произойдет оця изменение финансирования, доведется закрывать целый ряд закладов медицинских, а это означает, что будет скорочен. А этот законопроект абсолютно не прописывает социальный защит ни медицинского работника, ни пациента. Однако сокращать медперсонал дальше уже некуда, жалуются врачи. Их и так недостаточно. Если идти по реформе и 2000 населений на лекаря, нам минимум не хватает, 10-15 лекарей только. Не говоря про медсестер, которая должна быть, три медсестры на два лекаря. На данный момент нет работников. Правсоюзы медиков обещают новые митинги, чтобы власть их наконец-то услышала. Ведь лечить украинцев будет некому. Только за последние два года страну покинули 66 тысяч медиков. Александр Котов, Дмитрий Шилин. Подробности телеканала Интер. Израильские пляжи вместо зала Верховной Рады. Список прогульщиков заседаний парламента пополнил лидер партии «За життя» Вадим Рабинович. И пока на прошлой неделе депутаты пытались решить важные для украинцев проблемы, политик нежился под израильским солнцем на пляже пятизвездочного отеля. Поступок Рабиновича негативно расценили его коллеги. Социалисты пошли дальше. Их лидер Сергей Каплин заявил о том, что на регистрацию в парламент сегодня передан проект закона, который предусматривает ужесточение ответственности за прогулы. За последние несколько недель работы Верховной Рады, ни разу он, Рабинович, не был на нижнем заседании. Законопроект от Социалистической партии Украины, нами разработанный, который предусматривает три ключевых вещи. Первое. Едешь за кордон, поведомляешь голову Верховной Ради Украины про те, куди едешь, с какой метою едешь и когда повернешься. В голосе Украины нужно поведомляти про те, где этот народный депутат, который должен сидеть за своим рабочим местом, должен штрафиться в подвольном или подтрейном размере за такую отсутствие. Рейдерство, вымогательство денег, фальсификация уголовных дел с целью отжима бизнеса. За три года в кресле замначальника Главного следственного управления нацполиции Дмитрий Бут выстроил целый коррупционный конвейер по поставке миллионов долларов для верхушки МВД. Наши источники говорят, в конце этого лета Бут с подчиненными под угрозой уголовного преследования скачали с фермера 100 тысяч долларов США. Эта же схема сработала и с несколькими предпринимателями в Винницкой, Херсонской областях и Мариуполе. Сначала полицейские прессуют бизнес, затем предлагают крышу. В итоге Бут имеет 4%, его коллеги 2% от общей прибыли фирмы. В этих процентах получаются миллионы долларов. А спать спокойно замначальнику Главного следственного управления МВД помогают небескорыстные друзья в НАПК и СБУ. Пока помогают. У нас же в основном команду ФАС дают относительно только тех людей, которые выпали из обоймы или же чем-то провинились. Или же если есть необходимость расчистить нишу, которую занимает этот политик, для другого человека. Вот эти две квартиры в самом дорогом жилищном комплексе страны площадью более 200 квадратных метров, подземные гаражи, трилюксовых авто и дом под Киевом на 360 квадратных метров стоимостью более 2 миллионов долларов Дмитрий Бут смог купить за три года при официальной зарплате в 226 тысяч гривен в год. Но все это, нажитое непосильным трудом в схемах, в декларации отсутствует. Так же, как и расходы на шикарные воежи за границу. Только за последний год Дмитрий Бут летал во Франкфурт, Анталию, Цюрих, Милан, Амстердам, Будапешт, Сплит, Женеву. Неделями там был. И еще вопрос. С какой целью украинский чиновник, занимающий высокий пост в МВД, в 2014 и 2015 летал в Москву и с кем встречался? Мы отправили в МВД официальный запрос с требованием предоставить график отгулов и отпусков, чтобы сопоставить их с вояжами Бута. Там молчат. Близко знающие Бута говорят, полицейский на рабочем месте бывает редко. Дольше пяти вечера не задерживается. По утрам он в фитнес-центре. В дневное время в дорогих ресторанах столицы. График супруги Бута, несмотря на то, что она с 2010-го нигде не работает, более насыщен. За последний год, кроме полетов с мужем, сама неоднократно бывала в Лондоне, Дубае, Венеции, в Риме. Из открытых реестров мы выяснили, в марте этого года супруга Бута оформилась как частный предприниматель. Вид деятельности – оптовая торговля продуктами питания. Кроме того, числится как сооснователь открытого акционерного общества «Агрокласс». Торговля молочной продукцией, яйцами, продовольственными маслами. Но и эту информацию Бут скрыл в декларации. Скрывает он и стоимость обучения своих детей. Младшая дочь учится в элитной новопечерской школе. По официальным данным, годовое обучение здесь обходится практически в не одну сотню тысяч гривен в год. А это специализированная Александрийская гимназия. Здесь учится сын чиновника. Мы позвонили туда, чтобы узнать, сколько Бут выкладывает за обучение своего сына. И тот факт, что более полумиллиона гривен уходит на обучение детей, замглавы ГСУ нацполиции, скрыл от общественности. Это затраты являются и расходы чиновников. Но в данном случае выходит теща, говорит, я внучку оплачиваю учебу. Не приставайте к его папе, маме, это мой личный подарок. То есть, в принципе, такая схема остается. И, к сожалению, она активно применяется. Либо оплачивается с офшорных счетов, либо могут партнеры оплатить, например, за рубежом. То есть, схем в действительности оплаты масса и способов не показывать и не декларировать эти расходы в действительности тоже существует и их очень много. Старшая дочь Бута за последний год летала в Анталию, Франкфурт, Дубаи, Рим, Венецию. Последний ее перелет в столицу Великобритании – Лондон. Это фотографии из инстаграма дочери Бута недельной давности. Тут видно, это город Шербон. Дочь чиновника не только путешествует по Соединенному Королевству. Она там учится. И явно не за выигранные гранты. Если это касается Швейцарии, Британии, Соединенных Штатов Америки, ну, может доходить до 100 тысяч долларов в год. Например, Гарвард, если я не ошибаюсь, Гарварде стоит 100 тысяч долларов в год. То есть, приблизительно так и колеблются цены. То есть, от 50 до 100 тысяч долларов в год. По материалам нашего расследования, в НАПК, наконец, начали полную проверку декларации Дмитрия Бута. За то, чтобы изучить отчет замначальника управления Главного следственного управления нацполиции за 2016 год, проголосовали единогласно. Мы поддерживаем это решение. Решение принято одноголосно. Мы вернулись до Национального антикорупционного бюро, до НАЗК, Национального агентства защищения коррупции. И начать проведение, которое должно, первое, привести все нам, предоставленные и переданные факты этим двом антикорупционным органам. Ну и, второе, рекомендовать или требовать от министра внутренних справ забрать Бута из этой посады и притягти ее до криминальной ответственности. Уже три года антикоррупционные органы в упор не видят коррупционную деятельность оборотня в погонах. Замглавы ГСУ МВД Украины прикрывают влиятельные люди в силовых структурах. Именно им, Дмитрий Бут, конвейером поставляет миллионы долларов ежемесячно. А страна вроде воюет с коррупцией и бодро отчитывается в успехах перед западными донорами. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, подробности, телеканал Интер. Полицейских в Фировоградской области обвиняют в убийстве. Мертвым в заброшенном колодце найден следователь из городка Благовещенское. Оказалось, к его смерти причастны его же коллеги. Чтобы замести следы, они не только спрятали тело, но и утопили в озере машину, на которой приехали все вместе. Все подробности расследования в нашем материале. Проститься с 25-летним следователем Андреем Васильчуком пришли сотни людей. В прошлый четверг Андрей не вернулся домой. В пятницу родственники обратились в полицию, а на следующие сутки его нашли мертвым. Связанное с многочисленными ушибами тело было спрятано в заброшенном колодце. В полиции сообщили, что Андрей отправился на охоту с четырьмя друзьями. Трое из этих гражданин есть работниками одного из подразделений полиции Кировоградской области. В ходе движения один из легковых автомобилей потрапил в дорожную транспортную пригоду, в результате которой 25-летний пассажир погиб на месте. В дальнейшем граждане, понимающие тяжкость последствий пригоды, пробовали приховать ее факт. Вину за случившееся взял на себя гражданский. Говорит, именно он был за рулем машины. Областная полиция проводит расследование по факту ДТП, а вот попыткой скрыть преступление занимается военная прокуратура. В данный момент проживается проживание следствий, в частности, глянуто и выучено автомобиль, на котором перевозили тело, загибло, а также вопрос на очевидцев. Но еще до завершения всех расследований есть первые кадровые последствия. Начальника Благовещенского райотдела полиции уволили. Вскоре своих должностей могут лишиться еще двое полицейских, которые фигурируют в этом деле. Елена Брынза, Владимир Кувакин, подробности, телеканал Интер, Кировоградская область. Еще одно полицейское происшествие возле Запорожья ДТП с участием сразу нескольких машин-правоохранителей. По предварительной информации, один из автомобилей полиции, который проигнорировал нормы дистанции, врезался в кроссовер, что спровоцировало столкновение еще нескольких автополиции. У машин серьезные повреждения, из-за аварии образовалась пробка в несколько километров. Напомню, буквально в июне запорожские полицейские получили 28 новеньких гибридов из Японии. В Чернигове мужчина напал на сотрудницу областной прокуратуры. Находясь на приеме, без объяснения, он достал топор и нанес женщине несколько ударов по голове. Сейчас врачи борются за ее жизнь. Нападавшего задержали. Журналисты уже выяснили, это 50-летний Александр Яковец. И последние 7 лет он писал жалобы во все инстанции прокуратуры. 15 миллиардов гривен мимо кассы. Именно столько каждый год теряет укрозалезницы в результате махинации. Об этом сегодня заявили в Министерстве инфраструктуры. Деньги оседают в частных карманах. Кто на самом деле зарабатывает на железных дорогах и не дает предприятию развиваться? Смотрите в материале. Анкеры, клеммы и подрейковые прокладки. Так называются некоторые завчасти для железнодорожных колей. Большинство украинцев даже не догадывается, что на вот этих небольших деталях некоторые зарабатывают большие деньги. Укрозалезницы витрачают очень большие деньги на обслуживание. Вот мы сколько раз не говорили, что у нас сейчас прозорие тендеры, что все честно, все справедливо. В тот же самый момент мы видим, что, например, даже ремонт, обычный ремонт, будильный ремонт, какой-то обычный ремонт, какого-то обслуживания, смотрят на цену, цена в четыре раза больше, чем фактически реально это может стоить. На жаль, действительно, несмотря на то, что там керівництво менялось, керівництво Министерства, у нас осталось, скажем так, ну, хочется их назвать смотрящие, хочется назвать их залезницу-олігархи. Фамилии даже этих людей журналісти час в час називают, хотя вы понимаете, что в суде никого не было доказано. Але, действительно, є група бизнесменів, які близько до влади, як ви сами розумієте, які на сьогоднішній момент чисто випадково, якраз їхні компанії дуже часто займаються обслуговуванням або надання послугу к залезниці. Директор предприятия «Механика», изготовляющее такие детали, Виталий Руденко, рассказывает, вытеснять їх с рынка начали еще в 2002 году, когда появилась корпорация КРТ, которую связывают с одиозными львовскими олигархами, а сейчас уже и нардепами, Ярославом и Богданом Дубневичами. С тех пор практически все тендеры на изготовление завчастей для ремонта путей выигрывают КРТ или связанные с ней фирмы. Хотя стоимость у их конкурентов меньше примерно на 35-40%. К примеру, в 2015-м «Укрзалізнице» объявляет очередной тендер. Смета 26 миллионов. «Механика» предлагает на 13 меньше, но їх в очередной раз игнорируют. Створится ситуация, в которой «Укрзалізнице» очень любит одного производителя. За сбегом обставин сталося так, що власники цього виробника дуже наближені до Верховної Ради, а саме є депутатами. Тут неправильно сказати власники, я перепрошую, кінцеві бенефіціари. Чому? Бо власники завжди там скриті, їх подивитися так реально не можна. Хоча в останньому тендері, до речі, приймає участь КРТ, де власниками є пов'язані особи з народними депутатами, а саме їхні дружини. І це чітко з єдиною реєстру видно. Це не дивлячо те, що Ярослав Дубневич в засобах масової інформації неодноразово заявляв, що підприємство КРТ їм не підпередковується, і воно передано в управління якимось там структурам. Подобная монополія, говорят експерты, тормозить реформу і вгоняєт в минус бюджету Крзалізниці. За перше полугодие предприємство получило почти 5 млрд. убытков, а за прошлый год – более 7. Але в то же время состояние причастних к бизнесу растет. Кстати, осенью прошлого года декларации Дубневича вызвали фурор в СМИ. Помимо сотен домов, квартир і земельних участков, їх семьи стали лідерами по хранению налички – 715 млн грн. О том, що на госмонополії наживаються братья Дубневича, заявляли і публичні лица. К примеру, миністр інфраструктури Амелян неоднократно вступав з облеченням олигархів. Заявлял, по итогам прошлого року, примерная стоимость закупок у компании Дубневича составляла около млрд грн. Але доказати, що братья пилят бюджет, йому не вдалося. Враховуючи той факт, що я був програв рішення суду, який мене зобов'язали визнати, що я не мав достатньо підстави називати Дубневичів корупціонерами, я вважаю, що це буде некорректно з моєю боку коментувати надалі. Водночас я знаю про низку кримінальних справ, які знаходяться в правоохоронних органах, зокрема і по цим людям, і по іншим. В НАБУ сейчас расследують около 20 дел по факту корупції в Укрзалізниці. Среди них і касающеся фірми КАРТ. Вчера в СМИ появилась информация, що свідетель по этому делу даже попросил защиту у детективів, поскольку боїться за свою жизнь. Эту информацию, як і то, на якій стадії сейчас знаходяться расследование, і хто є фигурантами, в НАБУ обещали прокомментировать через несколько дней. Ждем відповідь. Ірина Вог, Валентин Головко, подробності, телеканал «Интер». В зоне АТО не прекращаются обстрелы. Активній всього боєвики сьогодні били по Донецькому і Луганському направлінням. Ночью стрелкового оружію і противотанкового гранатомёта обстреляли Крымська і станцію Донець. В районі Авдеївська промзона противник применил гранатомёты і крупнокалиберні пулемёты. Сьогодні обошлось без потерь среди українських военних. В Житомирі попрощались с Артёмом Абрамовичем. Танкіста, героїчески погибшого в 2014 году на Донбассе перезахоронили. Почему спустя два года семье Артёма пришлось снова переживать похороны, расскажет Юлия Жешко. Церемонія началась рано утром. Гроб с останками погибшего бойца сопровождали около ста человек. Почтить его память приехали сослуживцы, друзья і родственники. А Светлане Абрамович маме Артёма вручили найдений паспорт погибшого сына. Своего единственного сына она хоронит второй раз за два года. Проведя собственное расследование и настояв на повторной экспертизе, Светлана Абрамович выяснила, что её ребёнок в могиле не один. Его похоронили вместе со служивцем Ярославом Антонюком. Он, как и Артём, долгое время считался без вести пропавшим. 24-летний лейтенант, командир танкового взвода 30-й отдельной механизированной бригады, житомирянин Артём Абрамович, погиб три года назад, протаранив один из российских танков Т-72. Сгоревшие дотла тело нашли через несколько месяцев. Мы привезли, оказывается, при останках были и документы, просто из рук вон плохо, на мой взгляд, отрабатывали тот материал, который мы привозили. Первая экспертиза показала, останки принадлежат Артёму Абрамовичу. Однако после повторного исследования и эксгумации оказалось, что это не так. Теперь Светлана Абрамович хочет наказать виновных. И теперь будут наказаны. Я посвящу этому свою жизнь для того, чтобы... Мне терять нечего. Для того, чтобы другие мамы обрели, пускай, в таком качестве, но детей домой. Семьи погибшего Артёма Абрамовича и ещё двоих членов экипажа собираются обратиться в суд. По их мнению, горе, судмедэксперты должны сидеть за решёткой. Юлия Жешко, Василий Миновщиков, подробности, телеканал Интер, Житомир. Проблемы вынужденных переселенцев и пострадавших от боевых действий необходимо срочно решать на государственном уровне. Об этом заявила нардеп Наталья Королевская. Вместе с депутатами от ОПА-блока она требует отменить ограничения Кабмина на выплату пенсии для переселенцев и людей, проживающих на неподконтрольных территориях. По её мнению, эти ограничения нарушают Конституцию, отбирая у людей право на законно заработанную пенсию. Мы на протяжении трёх лет инициируем рассмотрение в парламенте закона о статусе социальной защите мирных людей и детей, пострадавших в результате этой войны. К сожалению, за три года парламент так и не удосужился рассмотреть и принять это решение, важнейшее решение. И я очень надеюсь, что посещение сегодня представителями Комитета социальной политики серой зоны, посещение блокпоста, они убедились своими глазами какая-то сложная процедура и сколько нарушается реально прав людей, граждан Украины. Раскол, который может обойтись слишком дорого, Дональд Трамп публично разругался с одним из ключевых республиканцев в Конгрессе и получил оппозицию в рядах однопартийцев. Из-за чего ссора и чем она может закончиться для американского президента выяснял Дмитрий Анопченко. Белый дом превратили в детский сад. Эту фразу сенатора Коркера цитирует сейчас много и часто. Один из самых влиятельных республиканцев, глава комитета по международным делам, без одобрения которого ни послов не назначить, ни внешнюю политику изменить, публично разругался с Трампом. Сначала президент в свойственной ему манере написал в Твиттере, решил не поддерживать кандидатуру Коркера на новых выборах в Сенат и добавил, мол, без его одобрения у политика кишка тонка выиграть выборы. Сенатор не замешкался с ответом, съязвил. У него чувство, что Дональд Трамп действует на посту президента так, как будто до сих пор играет босса в своем знаменитом реалити-шоу. Казалось бы, просто перепалка в соцсетях, но ведь это высшие чиновники страны и отношения между собой прилюдно выясняют. И конфликт Трампа и Коркера, похоже, стал последней каплей. Влиятельные республиканцы теперь вслух говорят то, о чем они раньше только в хулуарах, да и то шепотом говорили, мол, президента необходимо контролировать. Тот же сенатор Коркер дал интервью Нью-Йорк Таймс, где уже ничего не скрывал. Заявил, действия Трампа могут к началу Третьей мировой привести, а в Белом доме каждый день бывают ситуации, когда главу государства нужно сдерживать. Привел и примеры. Якобы своими резкими твитами Трамп испортил множество переговоров и едва не сорвал диалог по Северной Корее. А сенаторы, и того хуже, решили голосов не давать. Маккейн открыто признался, будет тормозить кадровые назначения среди силовиков. Коркер и коллеги запросто могут похоронить все планы налоговой реформы. Так что за простую несдержанность в выражениях новая команда может заплатить непомерно высокую цену. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. А Франция бастует и испытывает на прочности Мануэля Макрона. В стране масштабная стачка госслужащих. Что творится на улицах и чем недовольны протестующие, узнаем от Татьяны Лагуновой. Париж, Лион, Марсель, разные города. Да, картинка оттуда сегодня одна. Массовые демонстрации. Госслужащие Франции вышли на общенациональную акцию протеста. Бастуют сотрудники больниц, школ, университетов, правоохранительных органов, аэропортов и многих других учреждений и организаций. Кажется, намного легче перечислить тех, кто сегодня вышел на работу. Бастовать своих членов призвали все 9 профсоюзов государственных служащих страны. А это без малого 5,5 миллионов человек. Такой масштабной стачки в истории Франции не было последние 10 лет. Госслужащие недовольны реформами, которые внедряет президент Эммануэль Макрон. Чтобы оздоровить французскую экономику и сократить дефицит бюджета, он предложил в течение 5 лет сократить 120 тысяч рабочих мест в госсекторе и заморозить зарплаты. Эта стратегия жесткой экономии в итоге поставит под вопрос само существование государственной службы. Он не хочет увеличивать зарплаты госслужащих, но в то же время хочет снизить налог на богатство. Да он просто президент богатых людей. Сам Макрон акцию протеста пока не прокомментировал. Сегодня он в Германии вместе с Ангелой Меркель готовится открывать франкфуртскую книжную ярмарку. Госслужащие тем временем планируют следующую стачку в ноябре. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности Европейское Бюро телеканала Интер. Спектакли по последнему слову техники. К первым постановкам готовится театр на Подоле. Его, напомню, открыли накануне. Но главная гордость это даже не суперсовременная сцена, не имеющая аналогов в Украине. Главная гордость это оборудование для зрителей с особыми потребностями. Когда премьера, давайте узнаем. Театр на Подоле это первый театр, который открылся в стране за все годы независимости. Раньше на этом месте более 20 лет стоял заброшенный разваливающийся недострой. Но теперь двери для посетителей открыло уже новое суперсовременное здание. Деньги на реконструкцию выделила корпорация Рошен. Это первый благотворительный проект на средства частного бизнеса. Хочу передать громаде Киева этот символичный ключ. Передаю его представнику громады. мэру места Киева Кличку Виталию. Я хочу подякувать меценату за то, что они вклали сюда действительно величезные гроши. Я хочу сказать, что все, что вы сегодня говорите, зобовьязывает нас. Я уже навіть выставы боюсь тут ставить. Потому что это должны быть перлины только. Половина бюджета пошла на технические оснащения. Здесь шутят. Театр на Подоле начинается не с вешалки, а с лифта для людей с особыми потребностями. А в зале первые два ряда кресел демонтируются в считанные секунды, освобождая место для колясок. Благодаря современной начинке здесь есть возможность ставить не только театральные спектакли, но и делать в режиме реального времени голографические трансляции событий из любой точки мира. Спонсоры говорят, даже в такие непростые для страны времена необходимо заботиться о развитии культуры. А такой театр откроет двери для труп мирового уровня. На цей проект витрачено 174 млн грн. Вартість всього проекту с проектными работами, с дослідницькими работами, с реалізацией в будівництво, в технологии, в обладнанні. Ви ж бачили, що реалізовані такі можливості, як живий сніг, живий дощ, дуже шикарна акустична система, світове рішення, світлове рішення. Тобто, те, що стосується технології сценичної, то воно найвисочайшому рівні зроблено. Сцена оборудована накладним поворотним кругом і може подніматися под любим градусом. Здесь також є подъюмні сейфи для декораций, що допомагає быстро поміняти реквізити во время спектакля. Тепер, кажуть гості театра, все зависит тільки от актерів. Це технічно дуже цікавий. У нас такой площадки немає в Україні. Це єдина площадка. А тепер і ця площадка стане першою крапочкою, від якогою тепер будуть інші. Тепер все слово за тим, хто буде жити постійно в цьому театру, хто буде давати товар. Худрук Віталій Малахов розповідає, ждали свого міста більше 20 років. Все це время театр ввел кочевний образ жизни, пістоянно переїжджає в різні поміщення. А сейчас, наконец-то, вони вернулись домой. І в життя колектива почнется новая страниця. Знаєте, я не хочу говорити, що це моя мрія. Моя мрія значно далі. Це сьогодні якийсь певний етап, якийсь зараз напевно змінить мою долю і долю актерів. Це зовсім новий етап. Це як подружитися. Перша постановка в новому зданні состоїться приблизительно через місяць. Кроме того, здесь планирується проводити різні лекції і інші і інші мрія, використання фойе в качістві публичного пространства. А ціна на билет обіцяєт в театре буде радувати гостей. Андрей Кривец, Леоні Тоборин. Подробності телеканал Інтер. Це все новости на сьогодні. Хорошого вам вечера і до встречи завтра. Дякую.